Девушки отдыхают 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 потребитель, ну и естественно многие из детей, из ее детей, конечно же, пошли уже в нее, рассуждая точно так же, как потребители, как мама. Вот заметьте, да, то, что чужие люди им отправляют на то, чтобы они сытно ели, вкусно пили, значит, чужие люди отправляют их маме, да, которая для них чужой человек, деньги, в их понимании, в понимании Лельки, а также ее детей, это абсолютно нормально. Вот кому не задавала Лелька вопрос и Леши, и Жени на стримах, а также, кстати, Феде, да, тем, кто считает, что Федя по-другому относится, нет, Федя сидела на Лелькиных стримах, не раз это было год назад, и говорил, да, я нормально отношусь к донатам, к тому, что люди хотят отправить моей маме деньги, пусть отправляют. Так вот, действительно, ее дети абсолютно нормально, как и сама Лелька, относятся, да, к тому, что чужие люди им отправляют на жизнь денюжки, а вот то, что им пришлось отдать 10 рублей за тележку, так сразу, да, Саша же не знала, что эти 10 рублей, они вернутся, но сам факт, согласитесь, получается, девиз их семейства, как я и говорила, должны только нам, мы никому и рубля даже не отдадим. Далее, друзья мои, Лелька, как зашли в магазин, тут же сразу же двинулась за посудой. Сашка ухватила маме свои цифры, значит, на праздничный торт 36, ну, а Лелька кричит, нет, 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 не надо мне 36, я, говорит, хочу 18. Набрали, друзья мои, они тарелок, набрали, да. Ну, знаете, что я могу сказать, хоть теперь благодаря донатчикам у Лели появится новая посуда, а то она же бедная, купить посуду себе просто не в состоянии, денег, наверное, нет. И вот пока Лелька выбирала тарелки, столовые приборы, Сергей Петрович схватился, знаете, за что? За рюмки, да. Ну, а Лелька такая косит под дурочку, говорит, куда столько, Сергей Петрович? Мы же, говорит, люди все практически не поющие, на что Сергей Петрович сказал, а что, сколько-то, сколько, говорит, я взял, говорит, пять штук. Лель, ну, мы так и поверили, мы так и поняли, поэтому, потому что вы не пьющие, поэтому Сергей Петрович сразу же и схватился за рюмашки. Причем, друзья мои, понятное дело, что Лелька сказала Петровичу взять рюмки, так как, уверена, он бы не стал распоряжаться, так скажем, ее деньгами, да, в любом случае, как ни крути. Ну, а вообще, в принципе, знаете, вот что мне было тоже показательно и интересно, у любой девушки, у любой женщины в семье всегда посуды полным-полно, уж тем более, если у тебя есть деньги, странно, а у Лельки такое впечатление, да, вот она покупала эту посуду, ложки, вилки, да, что у них вообще ничего нет, что они сидят и едят, как говорится, с одного котелка, руками и так далее и тому подобное. Если бы, наверное, не день рождения, Лелька бы, наверное, так ничего бы и не купила, да. Далее увидела торты, я так понимаю, соскучилась, но торт, любовник Лелька брать не стала, видимо, до этого любовника брала исключительно для себя, а здесь, ну, мы все прекрасно с вами знаем, что Лелька действительно находится, так скажем, на вынужденной диете, поэтому себя соблазнять с любовником она не стала и взяла другие торты. Далее, далее ходит и вздыхает, мол, так много, так много, говорит, приходится всего брать, Лель, ну, все это тебе оплатили зрители, хватит уже делать вид, что это твои деньги, которые тебе достались таким трудом, и ты вот заработала за месяц 20-25 тысяч, и сейчас ты вынуждена их все буквально отдать за свой же день рождения, и потом, да, вот согласитесь, какая она все-таки жадная. Люди надонатили ей, то есть она получается оплачивать все это будет чужими деньгами, но даже чужие деньги ей жалко накрыть на стол, но тогда в таком случае не отмечай, если ты такая жмотина, не отмечай, да, не приглашай гостей, к чему тогда все это вообще, вот честно, мне бы даже не хотелось идти на такой день рождения, если бы я увидела, как человек сокрушается по поводу того, как он много потратился на свой стол. Ну, а вообще, в принципе, именинники всегда тратят именно свои деньги, да, не гуляют на чужие, как это делает Ленька, а тратят свои деньги. Далее, далее Ленька рассказывает о том, что она даже не знает, опять, что же будут готовить близняшки на праздничный стол, но не поверите, к ним на помощь должна приехать еще и Светочка, Бусинка, Барби и так далее. Короче, там, вы знаете, поваров у Лельки на дне рождения будет больше, нежели гостей. А я вот, знаете, что думаю, такая, друзья мои, все-таки несправедливость творится. Вот почему это не доверили готовить праздничный стол главному кулинару Туровки, да и вообще, что там Туровки, берите выше, всей Тамбовской области. Такие таланты пропадают на Ютубе. Вот взял бы Лешка по свой, так скажем, вот этот, вернее, мамкин праздничный стол в свои руки и наготовил бы из того, что он уже ваял, так скажем, на своей летней кухне, на своем канале Алексей и Кухня. А то как-то странно получается. Лелькины хомяки, значит, вовсю его нахваливают в комментариях, да, и обещают торжественно клянуться, что будут обязательно готовить по его рецептам, а Лелька доверяет свой праздничный стол почему-то другим людям, а не собственному сыну, который, между прочим, ведет кулинарный канал. Ну, согласитесь, тем более, Леля всегда делает акцент, что едите самые-самые, самые талантливые, самые умные, самые красивые. В общем, как-то так. Да, когда, кстати, выкладывали продукты на кассовую ленту, Леля опять начала исполнять. Мол, я, говорит, не прибедняюсь, я думала, что я себе еще, говорит, в ювелирном куплю сережки. Ну, во-первых, чего тебе прибедняться, когда ты закупилась, опять же, скажу, не на свои деньги, а на чужие. Ну, а во-вторых, мне просто интересно, за сколько она хотела купить себе сережки. Вот просто интересно. Причем, знаете, я обратила внимание, когда вот Сергей Петрович стоял у кассы, ему никто не пошел помогать складывать все это дело по пакетам. Саша вообще, смотрю, вошла в образ и уже, знаете, уселась на скамейку, потом вообще улеглась посреди торгового зала. Лелька тоже ходила с камерой туда-сюда, да, и подошла к Сергею Петровичу исключительно только тогда, когда был на выходе чек и ей отдали в руки чек. Тоже вот честно, странные такие, хоть бы помогли человеку, тем более он мужик, да, тем более там была посуда, и вот любая хозяйка, она сама бы взяла бы как-нибудь аккуратно ее собрала бы, сложила бы и так далее, чтобы ничего не разбить, не поцарапать, ну, пардон, то любая хозяйка, да, а то Леля, это две разные вещи. Причем, Лелька стала, знаете, так глупо шутить, ну, выглядело это, по крайней мере, действительно глупо, так как она просто взяла и опустила в очередной раз Сергея Петровича, сказав, Сергей Петрович, да, 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 вот столько пришлось потратить денег, а ничего я, что я в этом месяце вам зарплату платить не буду. Лель, ну, во-первых, хватит уже валять дурака, зарплату Сергею Петровичу платят твои зрители-донатчики, ну, а во-вторых, опять же, закупилась ты на 25 тысяч за счет донатов зрителей, так что заканчивай свою вот эту вот старую песню о главном, да, друзья мои, ну, а Саша, я вообще, честно, ребят, я вообще в шоке, да, я вот последнее время к ней, честно, чаще стала присматриваться, я вот смотрю, она совсем у Лельки без комплексов, знаете, якобы такая девочка из верующей семьи, взяла, развалилась, задрав ноги, да, вообще просто валяясь там в спортивном костюме, вы меня простите, в торговом зале, где люди тут же стоят, покупают, да, люди тут же раскладывают свои покупки вот на этих столиках, где какая-то хотя бы скромность, да, где какое-то воспитание, я понимаю, чтобы было воспитание, надо, чтобы тебя воспитывали, а Лелька, понятное дело, Лельку никто не воспитывал, и Лелька никого не воспитывала, но все-таки, Лелечка, ты же рассказываешь о том, какая у вас супер-пупер верующая семья, ну, чего ж ты не сделала своей дочке замечания, не сказала, Саш, ты что, обалдела, встань, ты же не в сауне развалилась, да, ноги в разные стороны, вообще просто нечто, знаете, вот сразу вспоминаю, как Лелька рассказывала о том, что Женя бы их всех строил, я могу сказать, Лель, мало вас строил, Женя бы, если твоя дочка в девять с половиной лет в состоянии развалиться в таком виде, в торговом зале, перед покупателями, это, простите, девять с половиной лет, мало он вас, мало он вас, как говорится, строил, я так понимаю, там строила всех только исключительно Лелька, но вспомните, она же говорила, он был таким деспотом, таким тираном, дети бедные, несчастные, без него просто сейчас, теперь вдохнули полной грудью, но если это вот полной грудью, то я вообще, если честно, мне уже даже страшно, а что же будет, как говорится, дальше, я вообще могу сказать больше, Сашин ровесницы, девочки, да даже девочки, которые постарше, кстати, из семей, которые не бьют себя кулаком в грудь, и не кричат о том, что мы супер-пупер верующие, да, девочки себе не позволяют вот так вот прийти в магазин, в торговом зале, развалиться, где-нибудь вот в такой вот позе, да, по мне это, знаете, называется оторви да выбрось, Лелька, вот честно, смотри, как бы она, ты слишком много говорила, ты слишком много кричала, вот такие-сякие всякие, кто аборты делает, кто туда, кто сюда, смотри за ней глаз да глаз, а то действительно пойдет по твоим стопам, и потом с собой не обрадуешься, честно, ребят, вот серьезно вам скажу, когда год назад я начала Лельку смотреть, и делать на нее обзоры, мне больше всех нравилась Саша, я ее тогда начала очень жалеть, потому что на Сашины плечи я понимала, что сейчас Женька уедет, на Сашу взвалят абсолютно все, но сейчас, вы знаете, я так присмотрелась к этой девочке уже несколько месяцев тому назад, я прекрасно понимаю, что эта девочка не так проста, эта девочка копия мамы, кстати, абсолютно, она знает, что у мамы как раз таки вся власть, все денежки, она знает, кому надо угождать в данной ситуации, и вот я смотрю, конечно, есть сестры такие более скромные, более спокойные, допустим, как София, ну даже вот близко с Сашей рядом не поставишь, то есть, что Саша себя ведет на стримах, когда придет, там очень достаточно развязно, что здесь в магазине, честно, я просто обалдела, если бы у меня вот так вот ребенок завалился, да, я бы ей сказала, как минимум встань, просто, вот встань, и так себя люди в общественном месте не ведут, здесь вообще-то покупают люди, и раскладывают продукты по пакетам, да, а не для того, чтобы ты улеглась и лежала в позе непонятной, ребят, честно, я немножко в шоке, пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии, ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья, ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на мой канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока,